Перегибай, режь, сразу пока он еще отрезал бы. Режь, режь, 30-40 сантиметров, ты же нормально там отрезал. Фасадная стеклотканевая сетка Boatex Crepex 2000, ячейка 4х4, 165 грамм на метр квадратный. Маркированная брендированная Endome с моим мобильным телефоном. Так, парочку бери. Снимай, наноси, клей сюда. Трое обозначено. Бери второй шпакель, туда наноси. Выравнивать ничего не нужно, просто кидаешь и все. Не выравнивай, просто кидаешь, лишний снимешь. Главное заполнить, видишь, чтобы дырок не было. И вот здесь, видишь, дырок. Старайся больше кидать. Прислоняй, втоплю. Эта диагональ, другой стороной. Она так у тебя не пойдет. Парашютиком. Кидай, кидай. Втопи, топи. Да, 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 давай. Топи быстрее. Вторую делай. Наноси клей. Нож. Да, хороший. У вас с этой удобно, да? Я и тем, и тем могу. Мне шпателем удобнее, конечно. Значит, смотри. Если так получилось, то вот, его вынимаешь. Кусочек все-таки. Снимай на сдир лишний клей. Сверху? Убирай, убирай, да. Потом будет бугор тебе мешаться. Не забывай про это. Делаешь минимум, чтобы это, ветер только не сдул и все. Лишний клей, это проблема. Понял, да? Точно так же наверху сразу делай. Заранее выравнивать не нужно. Кидай, что с ты слой не 60 градусов, а 45. 45, 45. Наклони. Еще, и еще. Еще, еще. Вот так. Добавь, добавь клей туда, убирай. И клея больше наноси, чего ты. Толстый слой накидал, выравнивать ничего не надо. Накидал толстый слой, лишний через сетку снял. Старайся, чтобы быстрее просто, меньше времени уходило. Низ, отогни и добавь клей. Да. Вот и все. И тут же сдираешь. Либо доску поставить, либо пачку, чтобы туда. Либо еще одну пачку пенопласта. Пачку пенопласта. Пачку поставь еще. Видишь, у тебя здесь с краю. Обкладывай, чтобы не мешало сходить в сторону. Заканчивайте верхние диагоналки и убираем пачку, чтобы спуститься вниз. Снимай лишний клей. Клей лишний. Два раза не вози, просто убирай клей и все. Чтоб не было бугра от него. Все, хватит. А то упадет уже от ветра. Вот так, да? 21-22, да, да. Давай отрезай. 21 либо 22, где-то в этом районе. 21,5-22. Все, все, режь. 30 сантиметров. Вот так, да? Давай, давай. Поклади, клади. 30. Откладывай. 30. Давай, давай. На две части перегибай. Эту сторону пока. Давай, 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 быстрее. Отрезай, ну. Режь, не трать время столько. Так, наноси клей на верхний откос, на внутренний. На угол. Да, да, да. Наноси. Клей леверовать. Наноси, наноси, клей. Здесь полностью, да? Нет, на верхний угол. А, здесь? Да. А, так, да? Внутрь, да. Да, вот у тебя. А ты занимайся пока этим окном. В параллеве. Наноси, наноси на угол. Внутри, внутри. Отгибай. Эти. Да, отсюда, да? Да, да, да. Вот него прям. В ширину так не надо. Вот у тебя всего сетка. На вертикальной ты забыл нанести. Заполни. Все. На верхнем, видишь, у тебя кусочек остался пустой. Шпателечка маленький можешь. Так, шпатель, дайте ему, пожалуйста, ребят. Ребят, дайте ему шпатель. Моему шпатель сейчас понадобится. Шпатель, любой. Чистый, главное. Широкий, чистый. Тут дай чистый. Поле широкий. Вставляй туда. Вставил? Зажимай шпателем. Правильно. Шпателем зажимай. Туда к пластику двигай. Держишь? И вторым либо теркой, либо шпателем втапливаешь. И это держишь в углу. Ты в угол не воткнул. Ты не воткнул в угол. Вот. Ты должен воткнуть. Все. Сюда и сюда втапливаешь. Тут очень важно именно нажать хорошо, чтобы не было полукруга. Все, втапливай севку. Сверху нельзя. Только в эту сторону. Либо держишь там, в углу шпатель. И меняешь две руки. Материала нужно класть всегда больше. Чего так мало кладешь? И потом снимать. Из-за того, что кладешь мало, поэтому тебе неудобно так. Понимаешь? Вдоль. Протягивай. Снимать на сдир не нужно. Ты сейчас будешь работать. У тебя клей должен остаться здесь. Вверх. Топи. Главное втопить сетку. Чтобы она встала в проектное положение. Чтобы у тебя не получилось так, что в углу она радиусом. Ты понял? Вот этого ни в коем случае не должно быть. Будет радиусом, будет трещина. Потом. То есть должен быть там прямой угол, четкий. Второй угол делай. Вот сетка есть у него. Ребят, зачем? У него есть сетка. Да. Ты в то окно замерил? Диагональные делаю и косинки. Это называется обычная внутренняя косынка. А внизу внутренняя косынка со скосом. Где уклон подоконного отлива. Если мешается, можешь воткнуть гвоздик, чтобы сетка от элементов примыкания, понимаешь? Как шпильку волосы женщины делают, так же и здесь можешь поставить. Проткни их. Гвоздик дайте ему один металлический. Держи. Соедини их. Возьми гвоздик. Гвоздик возьми. Между собой их соедини и все. Точно так в обратную. В обратную. Все в обратную. Всегда только парашютик. Перегибай. Да там тебе не середина, тебе сетка нужна. Чтобы посередине сеток. Не диагональ была. Все, и шпателем вгоняй туда. Чистым. Он у тебя за спиной. Вот этим. Держишь, давишь туда и вторым топишь. Маленькую можешь эту выкинуть. Эта хрень полная. Она для венецианок. Здесь она вообще не тяст. Разная ширина откоса, да? Нож дай ему, пожалуйста. Хороший. Подожди. Срежь лишнюю сетку. Чтобы не торчало. Прямо ячейку. Нет, ячейку прям. Не так, нет. Оттопырь и ячейку срезай. И вот эту. Торчать ничего не должно. Можно минус одну-две ячейки. Но чтобы только не торчало. Потом это будет через уголок торчать. И через декоративную штукатурку. Вот эти волосы Андромеды. Реально проблема очень большая. Снимать не надо ничего. Подожди. У нас время. Не нужно снимать клей. Нет, там-то... Ты втопи, чтобы это... Пусть он будет. Он тебе... Ты сейчас еще клей только добавишь. Так, давай линейку. Значит, смотри. Вот следующий размер. Видишь? 23. 23. Вырезайте полосу. А тогда... Здесь тоже можно пока? Да, наноси. И туда, и туда. Оба угла можно наносить. Давай другую. Это не пойдет. Отрезай полосу. Я... Все, хан? Ага. Хочешь, я готов. Я... Держи. Кисть там все. Подержи. Подержи. Хочешь нормально? Отпускай. Держь вот так сюда. И все. Снизу... Понятно, да? Делай сечку. Ножом. Соединяешь эти концы. И ведешь. И она никуда не денется. 33 отмери. 33. Ага. Давай. Отрезай. Вот так все. Никаких перегибов. Давай, 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 давай. На две части перегибай. Ну, быстрей, быстрей. Давай, режь. Так же перегибаешь. И топишь вначале нижнюю. Не-не, в другую. Так. Все парашютиком. Ставь. Внизу. Внизу-то. Сюда не ставишь. Внизу ставишь. Вот. Вот. Топи низ. 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 Топишь низ. Клей не снимаешь. Топишь. Дальше вверх. Ножом срезай излишки. Все, Ванда. Все. Нож, нож. Второй угол. Второй угол. Парашютик. Да, точно так. Парашютиком. Не той стороной оттопыриваться будет сетка. Тебе сетка нужна, чтобы стремилась сюда. Низ выставляешь. Низ. Вот параллель. Ужаткус. Выставляй низ. Ставь его. Топи. Смотри, чтобы там полукруга только не было. Клей снимать не нужно. Он тебе еще нужен. Он тебя держит. Как только берешь клей, у тебя не будет это. Нечем будет держать, и у тебя сетка будет выскакивать. Понимаешь, да? Топи. Нет, да топи, да топи. Клей снимать не надо. Отрезай. Наноси клей сюда. И в топи этот. Полностью надо? Да, 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 полностью. Наноси, наноси, бери. Не снимай клей. Почему я тебе говорю, что клей тебе сейчас будет нужен? Гвоздик убирай оттуда. Низ начинай. Добавь клей. А потом сейчас поднимешься на пенопласть вверх. На всю ширину не надо. Не успеешь. Тебе вот этот нужен. У тебя широкий откос. На ширину сетки. Чуть-чуть дальше уйдешь, это неплохо. Но это уже нельзя тоже. А то будет подсыхать, будет неудобно работать. Знаешь, туда тоже надо сейчас будет добавлять. Все, отходим. Двигай. Туда тоже добавляй клей. Середина. Прогибай. Середина. Давай, давай. И тяни. Середина. Топи. Вверх идешь и вниз. Снимать не надо клей. Ты еще это... Просто топи. Главное скорость уже. Все. Тебе сейчас выходить на скорость. Быстрее, быстрее. Не нужно, не заморачивайся с этим сейчас. У тебя сейчас толстые слои клей здесь будут везде. Чем быстрее сделаешь, тем качественнее получится. С откосами вот такая штука. Чем быстрее, тем лучше. Быстро прошел. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Следующий откос вертикальный. Второй откос. Потом горизонтальный откос. Отгибай. Все промазывай. Главное, чтобы у тебя везде было это. Где примыкание, везде был клей. Чем быстрее будешь делать, тем лучше будет получаться. Такой закон здесь. Потому что когда клей начинает подсыхать, получается хуже. Топи. У тебя там дырочка осталась. Клея. Видишь под сеткой? Внизу, внизу. Все, топи. Разравнивать там это. Главное, втопить, сетку закрыть. Разравнивать ничего не нужно. Потому что у тебя сейчас еще пойдет слой клея туда. Помимо этого. Наноси слой, чтобы был тонкий нельзя. Тебе втапливать нужно. Теперь наносишь на эту сторону. С соплей. Так не пойдет. Детерку. Клади мне сюда клей. Еще. Когда наносишь, вот таким вот образом. Должна быть сопля. Понятно, да? Чтобы она это... Чтобы торчала. Она должна торчать. Это я чуть-чуть. Многовато. Вот так вот. Видишь, да? И вот эта вот ширина вот до сюда. Клей. Формирую ее. Потом добавишь. Пошире. То есть, понимаешь, задача, чтобы у тебя под уголком, под пластиком, был клей, а не воздух. И внизу тоже, где диагональные, наверху. То есть, всегда формируется вот эта вот сопля клея. Комар сниматься хочет на видео. Лезет прям в камеру. Внизу добавь, видишь? На диагональной косынке нет. Клея. В сторону. А то соплю можешь задеть. Так, теперь ставь уголок. Ставь, подходи, помогай ему. Ты заходи, заходи внутрь. Вверх выставил. Теперь аккуратненько шпателечком под углом 45 градусов вдавливай. Чтоб червячки полезли. Середины всегда делают. Ну ладно. Сильно особо не нужно. Ты его выставляешь. Просто обозначаешь чуть-чуть. Тебе же потом его надо выставить. А то если передаешь, будет там впадина. Понимаешь? Ты должен, чтобы просто воздухом. Все, братец. Подожди, подожди. Только с краешка самого. Ну, конечно, чтобы правило меньше. Давай правило. И большое, и малое. Большое давай. Тоже. Тебе это же, ты угмазал. А, я же, чё тут? Чё ты? А, а это чё не хочешь? Там в гараже, короче, синий уровень полтора метровый. О, если есть, неси его. Да он уровень. Вдавливай, вдавливай его. И вверх, и вниз. Но он внизу надавит. Ты наверху. Ты зайди к нему внутрь. Вот. А изнутри сейчас вторым. Точно проверил у тебя? По вертикали всё сходится? Ты отдай кому-нибудь, пусть очистят. Ты втапливай сетку. Ты отдай ребятам правило. Блин. Аккуратненько втапливай. Нет, на откосе. На откосе. Аккуратненько. Не так. Ты его так сдвинуть можешь. Клей добавляй. Клей добавляй. Бери клей, добавляй. А то сдвинешь сейчас всё. Сверху вниз. Не в сторону. Сверху вниз движение. Сверху вниз. Вот так. Да, да, да. Заполняй, заполняй, заполняй. Ты должен сейчас это. Чтоб у тебя уголок не сдвинулся. Заполняй его клеем. Давай, давай. Замазывай, замазывай, замазывай. А то сдвинется сейчас. Выравнивать ничего не нужно. Ты должен сейчас заполнить, зафиксировать его клеем. Промазывай. Промазывай, чтоб он зафиксировался. Вон дырки, чтоб не было. Теперь середину аккуратненько топи на фасад. Середину топи. Только не сдвигай. Все, проходи всю плоскость. Потом лишний клей сейчас уже снимешь. Всю плоскость пройди, потом выровняешь. Раз, два, три. Вниз, вверх, вверх, вверх проходи. Зафиксируй. Твоя задача не сдвинуть. Прошелся, зафиксировал кончики, чтоб сетки были все закрыты. Кончики, кончики. Бери провилы, еще раз проверяй. И одно, и второе. Подходи к нему с большим вначале. Прижимайте. Подходи, подходи, внутрь заходи. Подашь, он сейчас провел малое. Низ проверяй. Нормально все? Да. Все, малое давай провела. Да. Возьми коротенькое, метровое. Вот это вот, да. Паровозиком проедься вдоль. Просто проезжай, проезжай. Подержи провилы, держи ему, да, да. Проверяй, проверяй, проверяй. Смотри, как у тебя? Нормально? Да. Чтоб не получилось потом никаких волн. Ясно, да? Все. Теперь убирай провила. Принимай, принимай. Сюда вынимай. На фасаде снимай лишний клей. На фасаде снимай лишний клей. Линейкой замеряю расстояние. Бери линейку. Линейку возьми. Сейчас. Возьми. Вот здесь лишний снимай? Да, здесь снимаешь. И замеряешь расстояние от пластика до пластика. Давай, давай, давай. Заходи, заходи. Замеряй. От пластика до пластика. Ты сюда загляни. Зайди сюда. Зайди, зайди. У тебя, видишь, есть пластик уголка. Видишь, где пластик? От пластика до пластика. Замеряй. Сколько расстояние будет? От пластика до пластика. 23. 20. Минус сантиметр. 22. Вырезай полосы. Минус сантиметр. Да, вырезай полосы. Минус сантиметр. Минус сантиметр. сторону рулон сюда клади отмеряй здесь очень важные резко именно это по ячейкам лучше клади зря ты на весу держишь это ему неудобно да их соедини просто пальцами и тяни ты пальцами соедини просто и тени и все как я тебе показывают такой таким движением все чтоб натяг был парашютиком парашютиком сверху вниз топи да 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 нет вот пластика мы же говорили да от пластика до пластика он шире что ли вырезал отрезая лишнее от пластика вот он пластик уголка до пластика у тебя бугорочек будет ну вот срезай лишнюю сетку возьми сетку лишнюю срежь минус сантиметр от этого минусы вот расстояние замерил минус сантиметр тебе на установку минус сантиметр от этого минус а минус 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 нормально все распределяй петелечком аккуратненько там не обязательно в этом минус сантиметр минус 2 это не проблема у тебя там косынки стоят понятно да все топи добавляй добавляя клей не не мучай себя добавляя клей просто и все а так на тебе будет удобней горизонтального движения быстрее просто будет сколько там фактически по мере да еще одна будет сетка ты по мере сейчас сколько расстояние вот этой у тебя было пока он не закрыл линейку приложи то есть понял от пластика до пластика еще минус один сантиметр сколько минус один сантиметр сколько 19 до и вот смотри тебе соответственно сейчас нужна полоска где-то 17 сантиметров 16 17 еще одно сделай и понадобится сейчас широкий спатель самый главный чистый а сейчас не будет иметь значение какой он потому что он им будет оттягивать главное чтоб он был жесткий и ровный сейчас наноси клей на откос и использую как маяк уголок пока ему отрезайте в следующий готовьте и вот заполняешь и потом делаешь готовишь под перетяжку оконный откос еще одна сеточка нужно она обеспечивает трещину стойкостью хватает ширины шпателя до первой терке извиняюсь очень многое зависит от качества подготовки пенопласта многие наплевательски относятся к откосам и говорят что мы с уголками вытянем начинается такая свистопляска ой я вот это объясняю ребятам многие говорят да мы там вытянем а знаешь как мучаются сплачут уголки не становятся у них потому что чуть больше клей начинает плыть у вас тьфу тьфу более-менее при том что у вас фасад была жопа просто по-другому не сказать у всех ровные откосы делают кремли у вас же здесь стена была как это собачка попись а не собачку вас там кожа по сути на как коза пописал все и аккуратненько бери сеточку лучше другой стороной развернем вверх то там покрасивее будет и вот перетянул и потом сеточку туда прислоняешь аккуратненько да ты потом сейчас а то это отожмешь все и аккуратненько прям прикладывай вдоль откоса растение и тоненьким слоем клея примашь и все прям тоненьким примазывай можно но вопрос в том что после высыханиями и это уеду понятно да а я тебе показываю сразу а ты на всех остальных я тебе про это и хотел сказать будешь делать после высыхания конечно ты просто да да но наша задача с тобой сегодня все эти элементы пройти так ведь все и сейчас тоненьким слоем широким удобнее будет вот тем вот жиденьким тоненький слой прям на широкую размазываю еще просто и стягиваешь все многие специально делают им именно вот видишь и все поэтому смотри хочешь в разделяй на этапы хочешь сразу делай как тебе удобней когда криво сделаны и толстые слои на толстые слои выставляются уголки то это неудобно а когда у тебя ровный пенопласт хорошо подготовлена поверхность это удобно делать сразу вот она перетяжка оконных откосов и оттуда уже сверху вниз обратным движением что хорошо вас этот примекает маяк хорошая удобно здесь уголок не все и ты по двум скользишь и выводишь все не старайся сейчас сразу отвести отведешь потом дай чуть-чуть подсохнуть сейчас приход хватит чуть-чуть клей и через полчасика еще раз проведешь ну понимаешь а катышки скинуть а потом потом перетяжка будет шпаклевка перетяжка еще будет перед базы просто тоники шпаклевочный слой проходишь и все что делай следующий уголок и низ подрезать сразу уклончиком сверли следующий то и закрываем у глубоко 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 вот лучше середина всегда конечно удобнее следующий забивай сразу ветер шпаклевочный слой не ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь перетяжка оконных откосов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторая сеточка уже пошла, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Компенсационный слой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 рядышком с ней в коса не сделай а то сейчас она морщиница будет еще сетка не втоплена еще не прихватилась юбиля это противопожарная безопасность не более того вверх да да то же самое вверх да попроси пусть тебе отмерит расстояние уголок уважаемые зрители подписчики канала как видите наступает вечер закончился практически мой рабочий день я сейчас уже скоро поеду значит сегодня что мы сделали выполнили провеску шнурками определились с плоскостями фасадов дома видите все здесь очень и очень непросто дом напоминаю построен из керамзитобетонных панелей пристройки из керамзитобетонных блоков стены очень неровные утепление у нас фасадным пенополистиролом pps 16f 150 миллиметров система баумид сегодня мы занимались пропениванием швов и стыков ребята сейчас выполняют дюбелирование вот смотрите сколько у нас баллоны в пену ушло диагональные внутренние косынки уголки сеткой то есть видите так что потихонечку занимаемся но отвешь ты в косынку вколотил и тебя тут же оттопырилась так что не забудь замазать хотелось тебе обязательно в косынку замазывай сразу смотри если у тебя идет половинка листа тебе не нужно 5 штук тебе достаточно 3 в ряд понятно да дюбель это он ничего не несет это противопожарная безопасность в случае если возникает пожар огонь рядом где-то у тебя идет горячий воздух под действием горячего воздуха пенопласт превращается в газ уходит из зоны горения но базовый армирующий слой декоративная штукатурка они опираются на эти дюбеля и не падают с фасада не открывают зону для пожара понятно то есть пустой барабан опирается на них на вот эти вот дюбеля вот для чего они нужны в минерал ватной системе дюбель не дает минваты расслаиваться никакой несущей роли дюбель не несет чтобы там многие не думали не говорили не рекламировали и прочее мне звонят каждый минуту со всей россии сейчас отвечу перезвоню так что вот вот у нас два вертикальных откоса сделано сейчас верхней ребята выполнят то есть все уже главное всегда помним что у нас короткая сетка идет на откос длинна идет на фасад это связано с тем что минимальный нахлёст 10 сантиметров и а сетку нас 10 на 15 вот и все если по каким-то причинам тебе придется перевернуть сетку в другую сторону то ты должен по правилам заходить уже сетка на пластик что будет не совсем хорошо будет бугор понятно так что я думаю логика вам понятно самое главное когда понимаешь тогда все проще напомню дом был построен 50 там либо 60 лет назад даже из керамзита бетонных панелей средняя часть и дом был заброшен фермер его купил людей которые довели дом ненадлежащий вид потом стал приводить его в порядок начальному кстати снести хотел но потом понял что дом очень крепкий и ломать его не нужно поэтому долил рядом два фундамента и сделал две пристройки две пристройки они выполнены из керамзита бетонных блоков дальше по совету неизвестно кого была выполнена штукатурка толстым слоем с металлической сеткой которая было понятно слабо держалась потому что керамзита бетон если штукатурить нужно с адгезионным образом но и никак не использовать металлическую сетку подписчики видели состояние как мы отбивали но мы не отбивали мы проверяли качество штукатурки было видно что она отошла держится на анкерах анкера не особо надежная штука поэтому если мы начали бы приклейку утеплителя на эту штукатурку то во время дюбелирования разбили бы штукатурка она бы осыпалась бы под утеплителем поэтому было принято решение сбить штукатурку на старой части дома на новых частях дома где было выполнено штукатуривание нормальным цементным раствором без сетки там штукатурку оставили но после удаления штукатурки на старой части там где были керамзитобетонной панели обнаружили чудовищное отклонение очень кривые стены вертолеты и вот ребятам во время приклейки пришлось все это дело выравнивать толщину утеплителя при этом вы поймите ребята делают первый раз данные работы у них первый опыт это у них обучение но я считаю что для обучения делают достаточно аккуратно и качественно вот посмотрите диагональные внутренние косынки уголки сеткой компенсационный слой сетки еще на откосе для того чтобы компенсировать толщину элемента примыкания вы знаете что на каждые 3-4 миллиметра необходим дополнительный слой сетки здесь вот добавят еще диагональные косынки их пропустили ничего это не важно их можно ставить как под уголками так и над уголками большого значения не имеет еще также хочу обратить ваше внимание на вертикальные температурные усадочные швы то есть сетка выходит в эту сторону сетка выходит в эту сторону то есть каждый фасад работ работает отдельно у каждого фасада своей жизни то есть получается у нас есть пристройка основной дом и 2 пристройка каждый живет своей жизнью свои напряжение температурные которые могут возникнуть из-за разного там пучения грунта и прочего мы же не знаем что будет завтра но мы должны это все предусмотреть значит напомню по поводу использованных материала начат пенополистирол у нас мустрой 31 150 миллиметров приклейка на клей баумид него фикс базовый армирующий слой баумид про контакт фасадная стеклотканевая сетка bout x креп x 2000 биски фасадной дюбель видите вот он элементы примыкание капельники белопласт уголки сеткой bout x фасадной сеткой не путайте с тем что продают на рынках и в леруа петровичах клей пена пеносил монтаж пена для швов пеносил 65 гум так что вот собственно и но и будет декоративная штукатурка церезит в швах будет велотерм и полиуретановый герметик густафлекс вроде все еще забыл сказать цоколь будет утепляться экструдированным пенополистиролом будет выполнен двойной базовый армирующий слой ну и соответственно облицовка искусственным камнем либо керамическим гранитом сейчас если приглядитесь вы увидите что появляется небольшая желтизна на пенополистирольной поверхности и вот в этой вот старой части солнышко уже начинает чуть-чуть как бы поджигать пенопласт поэтому наша сейчас задача перед устройством базового армирующего слоя соскурить этот подгоревший верхний слой пенополистирола чтобы к нему была хорошая адвизия мы с ребятами сегодня что будем делать мы втопим сетку на температурно-усадочных швах выведем сетку снизу и установим капельник сеткой прям смотри возьми вот так вот идешь выходишь вот так и движешься задом наперед удобно нас сейчас интересует вот это вот нижняя полоса остальное вы без меня сошкурить понятно да четко планомерные все чтоб у нас была хорошая адвизия понимаешь да клея к стене чуть подгоревшие потому что это самая старая первое и и чуть-чуть солнышко взялось на пристройках все нормально а здесь есть чуть-чуть и поэтому сейчас делаете сразу закрываете общей базой что больше уже все ничего не горело на солнце лучше двигаться задом наперёд вот так это показать а тут шов сделал так же да с той стороны выковыри пенку там а это лишнее конечно зачем зачем ковыряться когда ее можно срезать чтобы мышки в гости не пришли снизу там пчелки всякие оске там воробьишки ну и прочее и важно по ячейкам торчать не должна чуть-чуть там глубине все топи а и а и 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 ребят где у вас второе ведро два ведра с того угла стать конечно а снизу наноси клей и заворачивай сетку вверх здесь вещь чем неудобно то что у тебя сетка видишь нахлёст с той стороны идет здесь лишь удобно с этого угла а там с того угла нужно идти понял да нахлёст просто так сделал низ промазывай низ промазывай и сюда на фасад те сетка не втоплена здесь не натянута над сетку натягивать ты не втопил я ее нужно тянуть а то иначе проблем как и будет оттяни лучше сетку здесь отдери ее и натяни чтоб на прям это с натяжением было лишь тени при вот и шпателем прихватывать тут ну ты добавляй клей сразу замазывай прям снизу его как бы там никто особо не будет смотреть но закрывать надо кидай сразу на следующий проходить один не смажет а второй плоскость понятно да и прям идете это чап приспособишься лучше середину старайся тянуть удобнее будет любили сразу промазывай бирк а 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 если бугорочек вышел сетку прям на тени в этом месте на себе выведение сетки из-под системы место устройства температурно-усадочного шва между фасадом и цоколем ребят у меня камера пишет а то народ будет спрашивать адрес соседки желающих много лучше оттопырить видишь не 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 оттопырь и сюда вот в этом месте оттопырь сетку она уйдет сейчас вот вот тут оттопырь сетку чтоб волны не на просто до топырь надо всегда базировать середины вот серии середины и и середина в две стороны разгоняется все побольше клей снизу клади ему проще снять потом лишний там сетка приквачит надо ее отодрать молоком ударить надо до пресс базовый армирующий слой температурно усадочном шве промазывается клеем и потом втапливается сетка с натяжением «швы» «Но может быть, Schools» «Свы» 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 Продолжение следует... Чуть побольше клея не будет хватать, не будет удерживать. Успеешь снять его? Побольше просто накидывай и всё. Не отводи, не отводи. Прям мазками. Только чтобы закрыто было. И дюбель обязательно замазываю каждый раз. Можешь уже заворачивать, а то подветрится клей. Натягивай, базируй. Потом проходи следующую. А потом уже вместе пройдёшь сверху донизу весь шов. Маленьким шпателем, понятно, да? Не отводи, время не тратяй. Главное середина. И от середины вверх отводишь и вниз. А потом пройдёшь уже сам шпателем, уже саму серединку. И температурно-усадочный шов. Чуть-чуть добавляем в шов. Клей, потом на плоскости отведёшь. И отводишь внутри. С добавлением клея, чтобы было промазано всё. Лучше добавлять. Здесь? Да, да, да. И прямо отводить. Вот здесь прямо видно, что голое внутри. Напротив твоего лица. Видишь, вот. Под низом есть клей, но чтобы это сразу втопилось. Чем ровнее, тем проще потом галатерн туда вставлять и герметик. Вертикальный температурно-усадочный шов. Между основным зданием и пристройкой. Выведена сетка из-под системы. Обрабатываем клеем сеткой, потом вставляем вилотерм, промазываем герметиком. После, разумеется, нанесения декоративной штукатурки. Будет красиво, замечательно всё. Дом живёт своей жизнью, пристройка живёт своей жизнью. Никто никому не мешает. Стандартная система. И софтыка мокрый фасад. Если не можешь предотвратить трещину, нужно её возглавить. А возглавить это и есть температурно-усадочный шов в системе. То же самое, второй сразу делай шов в другую сторону. Может, тебе туда удобнее перелезть? На леса? Нет. Вертикальный температурный усадочный шов между основным домом и пристройкой. Выведена перед приклейкой фасадная стеклотканевая сетка Bautex Creepix 2000. Приклеен пенополистирол. Сейчас промазываем клеем Baumid Pro Contact. Втапливаем сетку. После окончания работ будет установлен вилотерм и герметик. Тщательно промазали клеем. Клей Baumid Pro Contact. Фасадная стеклотканевая сетка Bautex Creepix 2000. Выведена заранее. А можешь провилы взять отсюда? Угу. Спасибо. Это вначале маленький кусочек сверху какой-то, да? Да. Живопытный. Поехали. Из-за них нет? АргAP. Немного. Разр 36. Знаешь sliding Eso. Да. клей хватает клей нужен ребят по звуку слышу что клей мало и вот уже в топливается сетка серединка серединка тени прям в натяг самое главное серединку и вверх разгоняешь и вниз и тогда получается все легко такие вот они температурно усадочные швы и смотрится зато красиво может вася в одно место Это ответная часть? Да, без него он не устанавливается Вот они температурно-усадочные швы Так что завтра в шортах сможешь посмотреть К сожалению интернет здесь плохо работает Поэтому по твоей просьбе записываю короткие видео и выложу их позже Себя увидишь, можешь всем привет передать К сожалению про термошвы практически никто ничего не говорит и не рассказывает Вот на самом деле какие они должны быть А всякие там с резинками и прочее Это детский сад, баловство А вот эти швы они по сути дела вечны Во всяком случае у меня на фасадах 25 лет назад поставлены и все работают Даже герметик целый Эмфи Так вот обрабатывается Которая ты базу когда поведешь ты вот так не будешь доводить понятно да вот до края хочешь до края конечно смотри как тебе удобнее на тебя будет удобнее так чтоб ровненько все там швы сделать вот он температурно усадочный шов вертикальный внутри еще аккуратненько там промазываешь вишу тебя там не до мазана сетка где-то лишь внутри ну шпатель подлиннее надо возьмем мастерок шпатель мастерок есть трапецию ну кладку чем кладешь и можно мастерок мастерок именно это не вы не залезет бесполезно трапецию ну и ручка будет мешать не влезет низ проходи дальше заворачивай низ низ проходи дальше заворачивай дальше да 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 нет ему я говорю чтоб это там ту сторону прошли ребята да заканчивая там сейчас уже чуть прям подсыхает капельник надо бегом ставить вы сделали этот край сухой он все стоит в ту сторону доделали нет краешек сделай сразу при отчеты клей отбей этот заверни его сюда зачем-то вырезал здесь замазан так ударь по ним молотком и вытащи сетку но если хорошие бесполезно сетку только разобьешь выдергивает ну полоса еще какой-то осталось надо было не резать а сразу выдрать ее завернуть и сейчас что-то Здесь нужно все аккуратно перемазать, промазать, заполнить. Нам сейчас нужно пройтись, чтобы они сейчас быстрее сделали, чтобы чуть-чуть подсохло. Дальше пообедайте и будем сразу капельник ставить. Так вот что-то делаем? Да, чтобы оно подсохло. Дальше вы пообедаете и их попроси, чтобы а то ничего-то расслабились немножко там. Пробой, соединяй. И всегда смотри еще, смотри. Аккуратненько вот сейчас отодвинь. У тебя вот эта задняя поверхность будет мешаться. Аккуратненько вот этот прямоугольничек выпили. Либо вырежем ножницами. Понял, вот до сюда, вот до сетки. Не-не-не, сильнее-сильнее. Вот это вот. Лучше болгарочкой. Да. Чтобы пластики друг друга не мешали снизу, понимаешь, да? А то они упираются, тебе кажется, а ты не можешь понять, почему у тебя выгнуто. Понял. А у тебя пластик просто, понимаешь, снизу. Да. И вот так вот проверяешь. Смотришь, как устраивает. Да. Вот так. Чтобы у тебя было четко все состыковано. Да. Теперь гвоздям. Да, теперь прибить. Нет, по времену можно же вот так. А зачем? Он не играл. Когда вот будем это... Да нет, ты втопишь и все. Наноси клей, топи эту и эту сразу. Дальше наносится клей. И снизу и на плоскость. И будем устанавливать капельник. Дальше смотри, проверяй, который у тебя пойдет. Ребят, вот у этих проверяй, чтобы были ровные краешки. Кто сейчас свободен, аккуратненько понимаешь, чтобы там ступенечек не было. Обратную сторону у него проверь. Обязательно. А его на месте нельзя, да? А ты прорежешь фасад иначе. Если по месту. Как ты его прорежешь? Болгарочкой нужно. Именно. Обратную сторону, ты понял, да? Которая к другому будет. Капельник. А то ступенька между ним будет. И щель на фасаде. Вот здесь вот рваная, видишь? Край ударенный. Его нужно аккуратненько, перпендикулярно срезать, да? Чтоб ровненький был. Не, вот этот, вот этот. Ну, это лента. Просто смотришь, видишь, вылезла сеточка. Ее лучше срезать аккуратненько. Ленту, да? Да. Да, чтоб не торчало. Ту проверяй обратную сторону, какая она ровная, нормальная. Эту мы подрезали, а вот эта. Видишь, кривая. Смотри, видишь, кривая. Надо ее подрезать. Длина капельника два с половиной метра. Лист у тебя два. То есть, переменно ты представляешь, докуда тебе мазать. Наносим клей. Баумид проконтакт. Будем устанавливать уголок сетки. Вернее, не уголок, а капельник. Прошу прощения. Поэтому на самом кончике... Вон там сопельки не хватает. На самом кончике не хватает. Ребят, ставьте, а то высохнет. Только на кончик надо клеить, видишь? Дырочка. На кончике на самом дырочке. Пустота. Вот, вот. Все, и ставь сразу два капельника. Выставляй. Так. И провилом дальше плоскость. Одного плоскость второго выставляй. Провилом, провилом. Ребят, не пальцами. Провилом бери. А то пальцами будет, как собачка пописала. Понимаешь, да? Обратный лучше острый в это, в плоскости. У него там впадинка есть. Видишь? Вот в это вот. Во, 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 во. Видишь? И ты видишь, и четко понимаешь, как тебе подкорректировать. Выводи туда только. Пусть вот торчит провело. Да, 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 да. Все. Прихватывай вверх. Шпателем. Серединку. По чуть-чуть, только полностью не топи. По всей плоскости проходи. И туда проходи, фиксируй. Выставляй его. Проверь. Чуть прихватил, ту сторону выставляй. Прихвати несколько точек. Подожди, подожди. Ты еще не замазывай. Его нужно снизу проверить. Приложить провело. Проверяй стыковку. Угол сам, ребят. Уголочек сам. Прям смотри, как он. Нормально, да? Снизу прислоняй. Внутрь. В желобочек вставляй. Вот, вот, вот. В желобочек, да? Да. Видишь, вот это у тебя задран носик. Видишь, да? Поэтому это. Почему я говорю? Здесь аккуратненько. Уровень, провила, все используешь. Снизу приставляй к этому. По-моему, невозможно. Оно волной просто пошло. Снизу прислони. К одному и ко второму. И с той стороны точно так же. И с той стороны. Не-не-не. На тот. И сейчас быстро промазывай. Выставляй линию. Промазывай пока. Стыковку вторую. Их же сейчас все вместе корректировать. А то клей высохнет. На этом. Здесь уже скорость. Их же сейчас все вместе корректировать. Рулеткой проверь, какое расстояние. Чтоб не оказалось, что 2,270. Понимаешь? Провила 2,50. Вернее, капельник. Лучше тогда 2 побольше куска, чем... И очень маленький. Понимаешь, да? Сколько? 2,50. Не-не-не. Дошла, дошла. 70, 83. Ну, по идее, бы отрезать бы кусочек от него. Понимаешь? Потому что маленький всегда плохо. Да, с таком. По середине поставить? По середине поставить, конечно. Сейчас тогда большой кусок сюда поставим, потом... Да, 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 да. Следующий, подожди. Ты просто его прихвати, следующий промазывай, чтобы быстрее следующий. Понимаешь, да? Дальше идешь, если у тебя та сторона не закончена, то выводишь его торчащим. Угу. И пусть высыхает. А потом по месту будешь подрезать. Понимаешь. Чтобы торчал. Там сантиметра на 2, на 3, как минимум. Когда останавливаетесь, ребят, вот угла у тебя нету, ты выводишь капельник, чтобы он торчал минимум на 2, на 3 сантиметра. И даешь ему высохнуть. И потом просто аккуратненько болгарочкой уже подрежешь. Ясно, да? Да. 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 Выставляем капельник с сеткой. Вот это чуть-чуть бы его сюда подвинуть. Щелочка между ними маленькая. Ну ладно, сейчас выставишь, когда подвинешь. Поэтому быстрее тот доборчик к нему. А здесь как поставить? Просто заподлицо с этим, где заканчивается температурно-усадочный шов. Да. Ровненький резик, чтобы было все. В обрез выставляешь. Если чувствуешь что-то не то, хочешь его выдвини, потом болгаркой лишний отрежешь. Правее выдвини. В шов прям. Еще, еще выдвини, болгаркой лишний отрежешь. Вот. У тебя будет возможность. Все, и вырезай кусочек. Проверяй, какой у тебя подготовленный краешек. И болгаркой вырезай. Линейка, померь. Металлической лучше. А уж рулетка врет, а металлической самое оно. Рулетка решила. Только аккуратнее. Вставляем капельник с сеткой. В месте примыкания. Посадок шоколю. В итоге все приспосабливаются и делают немножко по-своему. Главное понимать суть. Шнурка близко, да? Шнурка. Там вот сейчас по кончику прям натянуть. Понятно, да? Чтобы она была там идеально ровненькая. Шнурочкой отбить кончики. Подходит или подрезать еще? Чуть подрезать, да? Шнурка. Шнурка. Смотрите продолжение в следующей части. Как? Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите продолжение в следующей части. Снизу? Снизу? Угу. Смотрите продолжение в следующей части. Да. Смотрите продолжение в следующей части. 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 Смотрите продолжение в следующей части.